Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию доклад на тему «Послеоперационное ведение пациентов после криохирургических вмешательств». Как было замечено ранее, виды криодеструкции, которые применяются при злокачественных образованиях опухоли головы и шеи, это аппликационная и пункционная криодеструкция. Аппликационная криодеструкция может применяться в основном для опухолей поверхностных локализаций, таких как базально-клеточная карцинома, плоскоклеточный рак кожи головы и шеи. Во время аппликационной криодеструкции используются специальные аппликаторы разных форм и размеров. Пункционная же криодеструкция может применяться при лечении опухолей полости рта и орофарингеальной зоны. Для проведения криодеструкции используются специальные иглы, и на базе медицинкологии Петрова мы используем аппарат МКС. Вне зависимости от того, какой вид криодеструкции вы предпочтете, заживление раны будет происходить путем вторичного натяжения. На рисунке представлены отличия первичного и вторичного натяжения заживления раны. Первым этапом, который следует во вторичном натяжении, является этап воспаления. Начинается, развивается он через 5-10 минут после повреждения и продолжается вплоть до пятых суток. Именно на этом этапе нам необходима обработка послеоперационной раны, так как основное раневое отделяемое присутствует именно в этом этапе. Второй этап – это фаза пролиферации. Рана заполняется клеточным матриксом и длится этап до трех недель. В этот момент у пациента уже образуется струб, под которым происходит, собственно, заживление раны. В принципе, с пациентом мы общаемся на этих двух этапах. Согласно статье Мэтью Дональдсона, заживление вторичным натяжением должно быть неотъемлемой частью реконструктивного алгоритма хирурга после удаления рака кожи. Как представлено на слайде, на вогнутостях лица, таких как медиальный угол глазной щели, либо скат носа, раны часто заживают незаметно. Дефекты на выпуклых поверхностях, таких как кончик носа, скуловая часть щеки, могут заживать вдавленными рубцами. И плоские участки щек, лба и подбородка заживают благоприятно, но косметический эффект, к сожалению, крайне непредсказуем. Осложнениями, согласно этой статье, в основном включают в себя обильную грануляцию ткани, разрастание килоидного рубца, наличие гипопигментированных участков и телеангиоэктотических рубцов. Также при расположении опухоли рядом с глазной щелью, возможно, деформация свободных краев века. После замораживания ткани предсказуемо реагируют эритемой, визикуляцией, отеком и экссудацией. Рана заживает вторичным натяжением, как я сказал ранее. Через 5-14 дней образуется сухой струп. И, собственно, допускается высыхание и самопроизвольное опадание этого струпа. Но иногда края струпа приходится приподнимать ножницами. До образования струпа мы производим обработку с помощью растворов хлоргексидина, перекиси водорода. Также возможно применение местно-антибактериального порошка на поверхность раны. Смена стерильной повязки требуется в течение первых 5-7 дней, собственно, до образования струпа. Из возможных осложнений стоит отметить отеки. Отек, особенно переорбитальный, если мы работаем в зоне нижнего века, можно уменьшить с помощью влажных компрессов. В редких случаях требуется назначение системных кортикостероидов. Инфицирование раны как таковое осложнение, по данным мировой литературы, встречается в 1% случаев при всех заживлениях ран вторичным натяжением. Поэтому, соответственно, назначение системных антибиотиков не требуется. Боль же является, скорее, реакцией, проявляется в основном головная боль и является реакцией на выброс адреналина в кровь. И фактически может быть купировано приемом простейших анальгетиков, таких как парацетамол. При последующем наблюдении удобно обследовать пациента через 1-2 недели. То есть это визуальный осмотр, возможно, какая-то послеоперационная обработка ран, снятие с трупа. И затем мы наблюдаем пациента 3, 6 и 12 месяцев. По возможности ежегодно в течение 5 лет и более. Во время этих посещений важно обращать внимание на поверхность всей кожи, потому что, как было замечено Робинсоном, 40% пациентов с уже перенесенным базально-клеточным раком могут обращаться с повторным появлением базально-клеточного рака от других локализаций. Обработка жирайной после пункционной криодеструкции отличается в основном тем, что полость рта не может быть стерильной, и стерильную повязку там, к сожалению, не наложить. Поэтому в основном применяется также обработка растворами хлоргексидина, перекиси водорода и бетадина. Правильное ведение после криохирургической операции требует исследования микрофлоры полости рта на чувствительность к антибиотикам. И своевременное назначение системных антибиотиков поможет избежать инфекционных осложнений и инфицирования самой раны. Также необходимо иссечение крионекроза, который образуется примерно к пятым суткам. Мы практикуем некрокотомию на 14-е сутки. Она необходима для устранения как раз очага возможной инфекции и ускорения регенерации и реабилитации пациента. Процедура некрокотомии в общем безболезненна и может проводиться в условиях перевязочной. Из возможных осложнений пункционной криодеструкции самым грозным может являться отек мягких тканей после проведения процедуры, как ответ ткани на повреждение холодом, на холодовую травму. Специализированное лечение в большинстве случаев не требуется, но если отек мягких тканей ротоглотки после процедуры препятствует физиологическому дыханию, возможно наложение либо превентивное, либо в срочном порядке трахеостомы. Кровотечение как осложнение встречается редко, так как в предоперационном периоде эти моменты прорабатываются и, собственно, все возможные источники кровотечения устраняются. У пациентов после криодеструкции часто наблюдаются проблемы с глотанием или речью. Но, собственно, как и при всех операциях в полости рта на языке, процент встречаемости примерно такой же, как и в общем. Спасибо за внимание. На этом все.